Участники вебинара нашей компании Galileo Sky. Прошу вас дать обратную связь, насколько хорошо видно, слышно. Итак, я начинаю нашу презентацию. Сейчас я включу отображение экрана. Итак, тема сегодняшней презентации будет посвящена достаточно интересной теме. Galileo Sky версии 10 против Galileo Sky 7X. Это достаточно интересная тема, поскольку, как вы, может быть, уже знаете, наша компания планирует полностью переходить на выпуск терминалов версии 10 и потихоньку выводить из производства терминала версии 7X. Сегодня в нашем вебинаре будет участвовать я, Дмитрий Третьяк, технический эксперт компании Galileo Sky. И ко мне присоединятся двое моих коллег, которые поделятся с вами информацией о том, как эксплуатируется наше оборудование в одной из крупнейших компаний, ритейловских компаний, компании Magnit. Со мной будут участвовать Эдмитрий Ковязин, ведущий менеджер автотехнического отдела, и Артем Панин, ведущий специалист по навигационному оборудованию отдела по экспертному сопровождению технического состояния транспорта. Наш вебинар продлится около 45 минут. Может быть, в зависимости от того, насколько активно вы будете задавать вопросы, может немножко затянуться. Естественно, мы отправим вам запись данного вебинара на почту, которую вы указали при регистрации, поэтому если кто-то из ваших коллег не смог присоединиться к сегодняшнему вебинару, то мы в любом случае отправим ссылку на запись этого вебинара, чтобы они могли посмотреть любое удобное для них время. Во время презентации вы можете писать свои вопросы в окно чата, и мы с удовольствием на них ответим после того, как закончится презентация, и мои коллеги из компании CELTA расскажут о эксплуатации наших терминалов. Прежде чем мы перейдем непосредственно к теме нашего вебинара, я хотел бы немного познакомить вас с новостями, которые у нас есть в нашей компании. В первую очередь хотел бы упомянуть о мероприятиях, в которых будет присутствовать наша компания. В начале сентября мы будем активно участвовать в трех выставках, которые пройдут в Казани, в городах Химки и в городе Тамбов. Там будут выставки, конференции, в которых мы будем принимать активное участие. Поэтому, если хотите к нам присоединиться, пообщаться с нашими менеджерами, либо тоже поинтересоваться новостями в разных областях мониторинга и в сельском хозяйстве, то, пожалуйста, присоединяйтесь к данным выставкам. Даты здесь указаны. Регистрируйтесь и приходите общаться вместе с нами. Как вы знаете, у нас есть телеграм-канал «Галилеевская», в котором мы постоянно публикуем много информации о наших новинках, о новостях, которые происходят в нашей компании. Также есть технический чат, в котором можно будет участвовать. Но самое главное – это общение, поскольку нам крайне важна от вас обратная связь по эксплуатации наших терминалов, по тем пожеланиям, которые бы вы хотели, чтобы реализовались функционали наших терминалов. Ну и, естественно, мы будем рады слышать и общаться с вами в этом телеграм-канале. Еще одной новинкой является то, что в сентябре стартует онлайн-обучение. Мастер-продаж версии 2.0 – это уже второе обучение, которое мы будем проводить для руководителей и менеджеров по продажам. Поскольку это люди, которые продвигают наше оборудование для конечных клиентов, соответственно, они должны знать все преимущества наших приборов, наших сервисов и, естественно, аргументированно доносить их до своих заказчиков. Мы будем проводить его в онлайн-формате. Это значит, что мы в течение целого месяца будем выдавать информацию и делиться с вами какими-то нюансами по нашим терминалам, по нашим сервисам, которые будут крайне полезны вам при продажах наших терминалов. И прежде чем мы начнем нашу презентацию, хотелось бы понять, насколько хорошо вы знаете возможности наших терминалов. Такой мини-тест, который, я думаю, будет вам интересен и очень интересен нам по тому, как вы будете отвечать. Пожалуйста, выберите правильные варианты ответа на вопрос, какой функционал работает только на терминалах версии 10. Здесь есть пять вариантов ответов. Вам нужно указать те номера функционалов, которые вы считаете, что реализованы только на терминалах версии 10 и, соответственно, не применяются на других терминалах, других версиях. Первое – это Bluetooth конфигурирование. Далее, второе – это авторазбор шины и САБАС. Третье – проширенная база конданных легковых автомобилей. Четвертое – интеграция заскада системами в производственных процессах. И пятое – это инерциальная навигация. Мы уже неоднократно доводили до вашего сведения через наши вебинары, через наши презентации, через нашу премию «Галилео Skyward», которая проходила в мае в нашем городе, о всех новинках, которые мы внедряем в наших терминалах. Поэтому нам было бы, конечно, крайне интересно, чтобы вы дали нам правильные ответы. И здесь не будет конкретный какой-то один из номеров. На самом деле здесь выбор из многих. То есть всего пять вариантов ответа. Соответственно, может быть два и три. То есть столько, сколько вы считаете нужным указать в качестве правильных ответов. Ну и в конце нашего вебинара мы посмотрим на правильные ответы, которые реально по функционалу, которые работают только в терминалах версии 10. Ну и вы сможете проверить, насколько вы были правы, предоставляя свои ответы. Итак, в программе сегодняшнего вебинара мы рассмотрим те преимущества, которые предоставляют терминалы версии 10, поскольку они являются вершиной нашего технологического развития на текущий момент. Терминалы 7X, которые вы очень хорошо знаете, длительное время поддерживали высокое звание флагмана нашей продукции. Но, к сожалению, время идет. Функционал, который мы внедряем в наших терминалах, становится все больше и больше. И аппаратная база терминалов 7X уже, к сожалению, просто не позволяет дальше расширять их возможности, поскольку мы достигли максимума по аппаратным каким-то ограничениям, которые были применены в свое время в этих терминалах. И для того, чтобы продолжать предоставлять вам новый функционал, новые новинки, новые возможности, мы переходим полностью на терминалы версии 10, которые потихоньку будут производиться в больших количествах, заменяя существующие версии терминалов 7X. Это произойдет сразу же, не мгновенно. Это будет происходить в течение нескольких месяцев. Поэтому у вас есть возможность внимательно ознакомиться с преимуществами терминалов версии 10 и, соответственно, брать их в использование и предлагать вашим клиентам. Итак, сегодня мы рассмотрим с вами такие фишки терминалов версии 10, как автоматическое чтение более 13 тысяч параметров коншины по протоколам G1930 TVDA и Sabas. Я вам познакомлюсь с перспективной доработкой, которая сейчас находится в стадии тестирования наших партнеров. Это автоматический разбор параметров. Более полутора тысяч моделей легковых машин. Это помимо, не учитывая те 500 моделей, которые были уже реализованы в наших терминалах, на терминалах 7X, но в десятках их будет гораздо больше. Немного разберем особенности EMC памяти, особенности работы с ней, что это такое, я расскажу, как с ней работать и в чем есть какие-то фишки работы с ней. Разберем возможности Bluetooth конфигурирования, несмотря на то, что этот функционал реализованный в терминалах 7X и в десятках, именно на десятке он будет получать дальнейшее свое развитие. И поэтому я хочу еще раз упомянуть про преимущества данного вида связи и настройки терминалов. Ну и последнее, что мы сегодня рассмотрим, это варианты построения трека в условиях РЭП и в тоннелях, поскольку это весьма актуальная тема в рамках продолжающейся спецоперации. И многие сталкиваются с какими-то нюансами по построению трека, если машина подвергается воздействию средств РЭП. И сейчас я перехожу непосредственно к основной части нашего вебинара и немножко расскажу о функционале наших терминалов. Ну, в первую очередь я хотел бы упомянуть авторазбор параметров дополнительных полутора тысяч моделей легковых машин, которые будут реализованы в терминалах версии 10. Сейчас я непосредственно в самом конфигураторе покажу, как работает этот функционал и что он из себя представляет. Итак, на вкладке настройки в КАН-сканере, который вы прекрасно знаете, надеюсь, что вы его активно используете. Появилась дополнительная вкладка база данных КАН. Именно в версиях для терминалов 10 будет доступна эта дополнительная вкладка. Она позволяет работать с большим количеством производителей автомобилей легкового транспорта. Список по сравнению с тем, который был у нас ранее реализован, очень сильно расширен. Как я уже сказал, дополнительно мы предлагаем разбор более полутора тысяч моделей легковых автомашин. Вы можете выбирать любую из машин, которые вам более подходят. И, соответственно, вы в любой момент можете посмотреть в зависимости от той модели, которая вам необходима, с учетом года выпуска этой модели, смотреть, какие параметры можно автоматически забирать с помощью нашего терминала с данной модели легкового транспортного средства. Допустим, я выбрал Citroen C4, последней модели. Здесь большой список разнообразных параметров, которые вы можете передавать на сервер мониторинга и, соответственно, уже понимать, как работает, эксплуатируется это транспортное средство. Помимо того, что вы можете выбрать отдельную модель, всего допускается на одном терминале выбирать до пяти различных моделей. Ну, то есть, допустим, терминал стоит у вас на какой-то, скажем, машине Toyota Camry. Соответственно, вы можете выполнить установку требуемых вам параметров по получению данных из коншины именно этой модели. И, соответственно, после того, как вы все это сделали, необходимо будет активировать данные транспортные средства на данном терминале. Это сделано в целях защиты от нестационированного использования, от взлома, потому что мы приложили очень много усилий для того, чтобы создать вот эту базу со всеми параметрами более 2000 машин. И, соответственно, таким образом мы хотим защитить нашу интеллектуальную собственность. То есть, его можно для каждой модели терминала выбрать до пяти различных транспортных средств, которые будут заполнены в памяти терминала. И, соответственно, информация по этим машинам всегда будет доступна для получения из коншины. И вы можете, переставляя терминал с одной машины на другую, просто выбирать те параметры, которые вам необходимы с каждой модель транспортного средства. Даже если вы заполните все пять вакантных позиций, это не означает, что больше вы не можете на данном терминале новую модель установить. На самом деле, через некоторое время, которое определяется специальным таймером, вы сможете удалить какую-то из неиспользуемых вами моделей машин, но и вместо записать новую. Это что касается арширенного функционала получения данных с более чем двух тысяч моделей легковых машин. Также на терминалах версии 10 реализован протокол J1939DA, который позволяет получать более 13 тысяч параметров по этому протоколу и в том числе позволяет получать более 500 параметров по протоколу Шина и САБАС. Это шина, которая поддерживается на прицепных устройствах сельхозтехники и, соответственно, она позволяет контролировать не только параметры транспортного средства, которые трактора, комбайны, автомобили, но в том числе и получать информацию с различных сейлок и прочего прицепного оборудования. Параметры, которые относятся к шине и САБАС, как раз выделяются в списке при сканировании данных из Каншины специальным тегом, специальной иконкой, для того, чтобы вы могли понимать, что именно вот эти параметры получаются из шины и САБАС. Естественно, в любой момент вы можете получить информацию, что представляет данный параметр, используя кнопку информации. Для того, чтобы передавать информацию на сервер мониторинга, вам достаточно будет отметить необходимые вам параметры, которые криминал автоматически разбирает при получении данных из Каншины, применить эти настройки и, соответственно, после этого эта информация пойдет на сервер мониторинга. Ну и еще раз хочу напомнить про фишку, которая позволяет облегчить поиск информации в Каншине, если, допустим, вы подключаетесь к какой-то незнакомой технике, по которой нет никакой информации ни в интернете, ни в нашем терминале для автоматического разбора, то, опять же, когда вы выполняете, получаете информацию из Каншины и получаете сырые данные, вы всегда сможете воспользоваться графиками, которые позволяют визуализировать получаемую информацию со стороны Каншины и гораздо очень сильно облегчить получение и интерпретацию данных, приходящих от транспортного средства. Это что касается новых возможностей работы с Каншиной, которые реализованы на терминалах версии 10. Еще раз скажу, что это расширенная база данных параметров легковых автомобилей с помощью вкладки базы данных Кан. Это протокол G1939, который позволяет получать более 13 тысяч параметров из Каншины и более 500 параметров из шины ИСАБАС. А теперь я хотел бы прийти к следующему преимуществу, которое есть в терминалах версии 10. Это EMMC память. EMMC память это встроенная микросхема, которая есть в наших терминалах объемом 4 гигабайта, либо вы можете при необходимости увеличение объема памяти сделать заказ до 8 гигабайт. Просто на этапе заказа вы с менеджем проговариваете необходимую комплектацию и мы поставим вам расширенную память. Память EMMC это замена внешней микросд-карты, которая могла устанавливаться в предыдущих версиях терминала. Как показала практика эксплуатации внешних микросд-карт, достаточно часто с ними случались проблемы, поскольку часто ставились бытовые карты, которые очень быстро выходили из строя за счет того, что эксплуатация происходила в тяжелых и погодных условиях и в условиях постоянного прерывания электропитания, что негативно сказывалось на надежности эксплуатации внешних микросд-карт. Поэтому для того, чтобы полностью исключить проблему, которая возникала по причине использования не очень качественных микросд-карт, мы внедрили память EMMC. И она позволяет напрямую работать с этой памятью как будто бы вы, когда вы приличаете терминал по USB помощью кабеля, то, соответственно, автоматически у вас в проводнике Windows появляется дополнительный внешний диск USB-накопитель, который как раз и содержит информацию, которая хранится на EMMC-памяти. Соответственно, вы в любой момент можете зайти, посмотреть, что необходимо. Особенно это полезно, когда вы используете терминал для хранения фотоснимков, если к нему подключена фотокамера, если используете функционал Wi-Fi в качестве хаба, для того, чтобы можно было собирать информацию с клиентов и, соответственно, после этого передавать на сервер мониторинга. А также для записи влогов, в том случае, если вам необходимо продемонстрировать какую-то проблему. есть один нюанс, который не позволяет корректно работать с проводником Windows. Дело в том, что у него не совсем корректно реализован драйвер, работая с нашим терминалом, и поэтому, используя проводник, вы можете только, скажем, считывать данные, но записать на microSD-карту, скажем, какие-нибудь звуковые файлы, для того, чтобы можно было их потом проиграть в голосовых сообщениях в EasyLogic, если вы организуете какой-то взаимообмен с водителем для напоминания о каких-то нарушениях либо о каких-то событиях, которые происходят в автомобиле. Для этого лучше использовать не проводник Windows, а программы типа Tuttle Commander, которые позволяют эффективно работать с E-M-C-памятью. Вот, например, я открыл каталог Logs и теперь у меня здесь есть большой список различных логов записанных, я хочу какую-то из них удалить. У меня сразу возникает сообщение, что, извините, мы это не можем сделать, это связано с тем, что, когда мы подключаем кабель USB, то мы находимся в режиме чтения с E-M-C-памятью. Для того, чтобы получить возможность непосредственно полноценной работы чтения запись этой встроенной памятью, вам нужно будет выполнить команду для перевода режима работы с памятью в режим чтения запись. Это команда MSD, она имеет параметр либо единицу, в этом случае мы включаем режим чтения записи, либо 0, если нам необходимо оставить в режиме чтения. В случае, если мы включаем чтения записи, в этот момент не происходит записи каких-то сообщений на microSD-карту на E-M-C-память, то есть, если у вас настроено сохранение данных на E-M-C, то в тот момент, когда вы работаете в режиме чтения записи, то в этот момент запись происходить не будет, поэтому пользуйтесь с этим осторожностью. Ну и, соответственно, как только мы включили режим чтения записи, то мы уже получаем полноценную возможность работы с файловой системой, то есть, мы можем смело удалять, либо копировать информацию на E-M-C-память. Очень удобно, поскольку сейчас нет необходимости доставать внешнюю microSD-карту, вставлять ее отдельно в компьютер, переносить туда необходимую информацию, потом вставлять обратно в терминал. Далее, что я хотел вам рассказать, еще напомню, что после того, как вы перевели в режим чтения записи, то не переживайте, что терминал останется постоянно в этом режиме. Стоит вам извлечь кабель USB из разъема, как терминал автоматически придет стандартный режим, и в случае, если сообщения пишутся на внутреннюю E-M-C-память, запись восстановится. Сейчас я хотел с вами поделиться информацией по Bluetooth конфигурированию. Очень полезный функционал, который мы внедрили достаточно давно, как показывает обратная связь от наших клиентов. Многие просто не в курсе, что существует такая возможность использовать Bluetooth конфигурирование, поскольку она значительно облегчает работу с нашим терминалом. Нет необходимости вскрывать приборную панель, если терминал установлен за ней, для того, чтобы подключиться с ней к терминалу по USB кабелю. достаточно просто в настройках терминала установить возможность конфигурирования по Bluetooth и, соответственно, у вас должно быть на вкладке система разрешено Bluetooth конфигурирование управления. Если обе опции, эти опции у вас установлены, то вы смело можете настраивать терминал через Bluetooth. Естественно, для того, чтобы это происходило, ваш ноутбук должен иметь поддержку активную и, соответственно, в том случае, если все это в наличии, то через кнопку выбрать вы можете работать с терминалами, как будто вы подключаетесь по USB кабелю, но на самом деле это беспроводное соединение. Когда вы нажимаете кнопку выбрать, у вас показывается список всех терминалов, которые находятся в радиусе действия вашего ноутбука. Они могут иметь различную цветовую маркировку, то есть зеленый это как раз те терминалы, которые можно получить доступ и настраивать. Желтые это те, на которых есть Bluetooth, но в настройках терминала не включено разрешение Bluetooth конфигурирования, ну и терминалы, на которых вообще Bluetooth конфигурирование не поддерживается. Давайте выберем терминал, который я сейчас эксплуатирую. Когда мы подключаемся по Bluetooth, сразу у вас какие-то предупреждения, что поскольку данный вид связи требует достаточно много ресурсов терминала, то возможны пробелы в получении информации от каких-то Bluetooth-датчиков, если они подключены к данному терминалу. Это происходит на период конфигурирования. В любом случае, давайте сейчас подключимся. вот, соответственно, у нас начинает идти загрузка информации, она происходит достаточно быстро, ну, чуть-чуть медленнее, чем по USB-подключению, но на порядок быстрее, чем если бы вы подключались через удаленное конфигурирование. Ну и, соответственно, после того, как вы подключились к Bluetooth, вы получаете полный функционал по работе с нашим терминалом, то есть это возможность быстрой настройки всех необходимых параметров, которые есть в нашем терминале. Вы можете отправлять команды через Bluetooth, вы можете настраивать параметры, загружать алгоритмы, выполнять обновление прошивки, вы можете проводить диагностику нашего терминала. Все это выполняется в беспроводном режиме, без подключения через USB. Соответственно, это резко облегчает и ускоряет процесс настройки терминалов, которые, скажем так, достаточно глубоко скрыты для быстрого подключения по проводному через провод. Пожалуйста, пользуйтесь данным функционалом, он очень полезен, особенно монтажникам, которым приходится подключаться к нашим терминалам, настраивать их непосредственно в транспортных средствах. Следующий момент, который я хотел бы упомянуть, это возможность инерциональной навигации и построения трека в условиях радиоэлектронной борьбы и в тоннелях. Ну, как вы знаете, во многих областях нашей страны, в Москве, в других городах, в крупных городах, а также в прилегающих к зоне специальной военной операции областях, во многих местах работают средства РЭК, которые защищают важные объекты. соответственно, терминал, попадая в зону действия работы данных средств, не может построить корректно трек, поскольку происходит либо оглушение спутникового сигнала, либо происходит так называемый спуффинг, когда правильные координаты подменяются совершенно неправильными и терминал начинает рисовать какие-нибудь круги достаточно далеко от реального местоположения. Либо может происходить подмена текущего времени и вместо реального данные начинают записываться с достаточно отдаленным периодом, чаще всего это несколько месяцев назад. Естественно, в этом случае данные на сервер мониторинга тоже не поступают. В наших терминалах реализована поддержка так называемой поддержкой ЛБС, это возможность построения трека по сигналам сотовых станций, поскольку терминал регистрируется в процессе своего движения на разных сотовых станций, которые имеют специальное местоположение, информация об их координатах и специальных базах. И одну из подобных специальных баз мы используем в функционале наших терминалов. Мы используем сервис Яндекс, который позволяет помимо того, что он выдает координаты по сигналам базовых сотовых станций, дополнительно, в отличие от всех остальных вариантов реализации, которые предлагают наши конкуренты, он дополнительно еще позволяет получать координаты и улучшать получение местоположения, определение местоположения с помощью сканирования Wi-Fi точек, которые есть в радиусе действия терминала, если данный терминал оборудован Wi-Fi модулем и, соответственно, поддерживает этот функционал. В этом случае он может передать на сервис Яндекса данные по сотовой вышке и по данным Wi-Fi роутеров, многие из которых являются стационарными и, соответственно, опять же, информация по их точным координатам есть в базе данных Яндекса и в ответ на соответствующий посылаемый запрос Яндекс возвращает текущие координаты, вычисленные на основании полученной от нашего терминала информации. Здесь приведены два слайда, на которых показано примерное построение трека. Верхний слайд показывает информацию сравнение двух треков. Зеленый трек это чисто трек по данным GPS GLONASS он весьма точно повторяет траекторию движения машины, а красный трек это трек, который получен по результатам как раз LBS функционала, когда мы отправляем на сервис Яндекс данные по сотовой вышке и по Wi-Fi точкам. Как вы видите, построение трека весьма точно повторяет реальное движение автомобиля, да, есть пробелы, это связано с тем, что во-первых, сотовые станции достаточно редко расположены и терминалы при движении перерегистрируются между ними не так часто, как нам бы хотелось. Плюс не везде есть стационарные Wi-Fi точки, по которым тоже можно получить дополнительные координаты. А на нижнем снимке здесь, если верхний снимок показывает достаточно простой трек, протяженный без каких-либо пересечений, и соответственно достаточно точное отслеживание по данным ЛБС, то нижний показывает уже гораздо более сложный вариант движения, когда машина проделала, построила подобный трек при движении вперед-назад, то есть это происходило в движении не только в одну сторону, а в обе стороны одновременно. Как вы видите, тоже в данном случае трек позволяет, красный трек, он позволяет достаточно точно получить представление о том, где происходило движение транспортного средства, и это дает нам понимание о том, что машина двигалась по определенным участкам, соответственно мы можем отследить примерно маршруты движения транспортного средства. Технология ЛБС в полном объеме она будет реализована только на терминалах версии 10, там используется сервис Яндекс, для того, чтобы полноценно эксплуатировать данную технологию необходимо будет получить от сервиса Яндекс токен это специальный ключ, который позволяет отправлять сообщения в сервис Яндекс. В зависимости от того, какой у вас насколько большой автопарк, можно использовать либо бесплатный ключ, он позволяет отправлять до 1000 запросов в течение суток и, соответственно, получать обратно координаты, либо подключить платный токен, в этом случае естественно уже количество запросов будет варьироваться от того, насколько часто ваша техника будет отправлять запросы в этот сервис для получения координат. Естественно, этот сервис функционирует не абсолютно все время движения, а только в те моменты, когда терминал попадает в зону действия RAP и, соответственно, теряет координаты, либо они становятся некорректными. Второй вариант построения трека, он касается так называемой инерциальной навигации, когда вместо стандартного GPS-донас модуля ставится специальный GPS-донас модуль с поддержкой именно инерциальной навигации. Трек, который строится в данном случае, когда мы используем подобный специализированный модуль, позволяет отслеживать движение терминала внутри тоннелей, внутри парковок, то есть, когда машина заезжает, допустим, в ангар, и в течение некоторого времени там находится данный вид терминалов, данный вид модуля позволяет достаточно точно отслеживать движение машины при отсутствии внешней GPS-донас связи и соответственно формировать корректный трек. К сожалению, время, которое можно получать, этот трек не такое большое, в течение пяти минут трек будет строиться практически идеально, а потом уже накапливается ошибка, и соответственно трек начинает портиться. Поэтому, для того, чтобы трек внутри строился корректно, нужно периодически выезжать из ангара для того, чтобы терминал получал новые свежие данные и, соответственно, после этого устанавливал нормальное позиционирование. Таким образом можно использовать либо функционал LBS для корректировки построения трека в условиях РЭБа, либо применять специализированный GPS-донас модуль. Его необходимость его установки вы можете проговорить с вашим менеджером при заказе и, соответственно, получить подобные терминалы. Итак, если обобщить все вышесказанное, то чем отличается терминал версии 10 от предыдущих версий? Во-первых, как я уже сказал, данный терминал позволяет автоматически расшифровывать более 13 тысяч параметров шины по протоколу G1939DA и более 500 параметров по шине Isabas. Можно автоматически расшифровывать параметры коншины на 2000 легковых транспортных средств. Есть встроенная память EMM7 на 4 гигабайта, которая позволяет корректно работать с большими объемами памяти и данных, которые необходимо хранить в внутренней памяти. Ну и соответственно возможности LBS, которые позволяют получать приемлемый трек в зоне действия RAP. И теперь мы перешли к ответам на тот вопрос, который я поставил в начале нашей презентации, в начале нашего вебинара. какой функционал работает только на терминалах версии 10. Вы давали в своих ответах информацию и соответственно теперь вы можете сверить, что на самом деле на терминалах версии 10 уникальным является авторасбор расширенный NISOBAS, расширенная база комданных легковых автомобилей, про которые я проговорил и инерциональная навигация, которую я адресовал на примерах использования в парковках. Bluetooth конфигурирование есть не только на терминалах версии 10, но и на терминалах 7x. Интеграция со SCADA системы в производственных процессах это возможность получения данных по протоколам NBAS и передачу информации в SCADA системы. Она есть на терминалах 7x и на терминалах 10. Я сейчас рассказал основные моменты, касающиеся разницы между терминалами версии 10 и терминалами 7x. Сейчас я хотел бы предоставить слово моим коллегам, которые присоединились к нашему вебинару, чтобы они поделились информацией о том, как они эксплуатируют терминалы Galileo Sky на своей технике, а этой технике очень большое количество. Парк компании, одного из крупнейших ритейлеров России, компании магнит очень большой и соответственно прошу вас дать обратную связь, как вы работаете с нашими терминалами. День добрый, коллеги. Наша компания уже с Галериевской работает уже порядка 12 лет, если я не ошибаюсь, с 2012 года. Все началось с блоков Ш2-2-2-8, который до сих пор в рабочем состоянии на некоторых автомобилях. Итак, у нас используется более 10 тысяч устройств, конечно, основная масса это сейчас блоки 7-ой серии, блоки 10-ой серии сейчас заплатят под новый транспорт и на них устанавливаются. Устанавлив 10-ой серии очень легко помог, например, с разбором по машинам на новых автомобилях, может было проще его проанализировать. Компания Magnit, магазинов куча на каждом углу, по крайней мере в европейской части, ну и в Сибири уже тоже, если не ошибаюсь, более 20 тысяч магазинов общей сложности. Основной автопарк это автомобили MAN, Mercedes, сейчас идут все траки. Мы получаем в основном это CAN-данные, движение автомобиля, также данные по работе похладили на топительную установку, именно температурный режим, в данном случае сохранность груза, доставки продуктов, дали контроль скоростного режима водителями, в данном случае используются как CAN-данные, так и данные по скорости движения автомобиля по GPS, плюс сохранность товара и от краш, это датчики открытия дверей, и контроль топлива, различные типы датчиков уровня топлива, сейчас благодаря десятке на семерке это блютусовские датчики уровня топлива, которые проще в монтаже, не надо тянуть провода, что позволяет ускорить монтаж, соответственно, учитывая количество паспорта, меньше задержек в простое, также доступно ну вот это основные такие параметры, контроль водителями соблюдения жима труда и отдыха, отслеживание стоянок, отслеживание автомобилей на погрузках и тому подобное. Причем, ну вот у вас огромнейший парк машин, на которых устанавливают наши терминалы, а как часто приходится выезжать, скажем так, или как часто возникает проблема при эксплуатации наших терминалов, которые требуют выезда специалистов? Ну, в основном все автомобили обслуживаются на родных автотранспортных предприятиях, ну, все зависит сильно от сезонности. В летние периоды более сухие, соответственно, намного меньше, и в большинстве случаев это связано с оборудованием на прицепах. Допустим, и в большей степени это электропроводка с самими терминалами проблем, как обычно, нету. Если брать просидельные тягачи, в них после установки практически никто не смотрит. То есть, работают, они там работают, пока не опишут стимуляторы с автомобиля. То есть, довольно-таки редко на тягачах, это очень редкий случай, но нужно, есть какие-то проблемы с авиационным оборудованием. Только лишь если замена устаревшего, если какие-то новые проекты вышли, старые оборудования 5-й серии не поддерживали, потом были у нас первые партии 7-й серии, которая на тот момент что-то не поддерживала, сейчас уже не помню, нам пришлось выходить на 7.1, по-моему, версия пошла блоков. То есть, менялись в основном только за счет при новых проектах наблюдения. На прицепах, сезонность, то есть, в основном это электропроводка где-то на аккумуляторах, клемма, ленили, либо что-то такое. Я хотел бы добавить по поводу контроля температурных режимов. Так как компания магнит это продавец продуктов питания в основном, то практически весь парк магнита это холодильные установки. А с помощью блоков навигации мы контролируем, подключаемся к холодильным установкам. Это очень широкий спектр. Это карьер 8 моделей, это термокинг 4 модели, это зонотти, это митсубиси. Ко всем со всех данных холодильных установок мы получаем температурные данные, основываясь на которых мы видим выставленную температуру, текущую температуру, правильно ли водитель выставил. Это влияет на сохранность груза. Также мы видим моточасы холодильной установки, что позволяет нам вовремя проводить техническое обслуживание холодильных установок. Получаем ошибки с холодильных установок, что в свою очередь позволяет предотвратить поломку. Если мы видим какие-то ошибки, которые могут привести к поломке, то такие машины вызываются и производится ремонт предварительный. Это тоже реализовано на 7-10-5-х блоках навигации. Вот тут в чате задали вопрос Алка Замков нет у вас в парке? Нет, такого нет, нет требований. Все водители при выходе на смену проходят медицинское освидетельствование. Ну, а в дороге за ним следить нелогично. Ну да, водитель там тысячи километров наматывает за время своей поездки. Конечно, очень сложно было бы следить за его состоянием. Скажите, весь парк ваших автомобилей оснащен тахографами? Да, все автомобили обслуживаются, установлены тахографы и обслуживаются на собственных флявах. Также у нас свои тахмастерские. Понятно. Уважаемые участники на нашу вебинар, если у вас есть вопросы к уважаемым коллегам из компании Сельта, пожалуйста, пишите в чат. Я сейчас буду отвечать на ваши вопросы. Ну, и, соответственно, если у вас появляются какие-то вопросы к коллегам, пожалуйста, пишите. Дмитрий Артемов, спасибо большое за обратную связь. Мы очень рады, что вы с нами продолжаете сотрудничать. Вы один из наших крупнейших клиентов, давних клиентов, очень уважаемых клиентов, поскольку вы одними из первых начали работать с нашим оборудованием и, соответственно, продвигать среди по вашей технике. Да, спасибо, было приятно. попрос. Так, теперь я перейду к вопросам, которые есть в чате. Вопрос от Максима Борзова. У 7-10 серии есть ли разница в протоколе? Да, она есть, поскольку, как я уже сказал, на версии 10 реализован уникальный функционал, который не поддерживается в терминалах 7.0, 7.x, это поддержка протокола G1939DA, соответственно, это SPN, которые необходимо отправлять именно уже в реализации данных, передачи данных для терминала версии 10. Не все, к сожалению, ПО поддерживают разбор данных SPN-ов. Ну, когда мы реализовывали в прошлом году, это поддержал виолон, ну, и, по-моему, еще парочка представителей других по мониторингу, серверах мониторинга. Вопрос Аванисиан Павел. Возможно ли через EasyLogic или другой функционал данные конкретно в SPN передавать протокол G1930DA и привязать к другому параметру, например, CAN8BITR17? Да, совершенно верно. Мы понимаем, что сейчас в EasyLogic невозможно получить информацию конкретно по SPN-ам, по CAN-овским тегам это возможно, по SPN-ам нет. Поскольку их огромное количество, более 13 тысяч, и, скажем, пробрасывать эти значения в EasyLogic просто не позволяет ресурсы. но сейчас наши разработчики заканчивают реализацию специальной функции, которая позволит получать данные SPN-а по запросу конкретно его номера и адреса информации, которая необходима для получения данных. Соответственно, эти функции возвращают какое-то значение, которое вы можете присвоить любой другой переменной для передачи на сервер мониторинга. Я думаю, в сентябре месяце эта доработка уже появится для общего использования, и вы сможете использовать полностью весь функционал протокола G1939DA в своей работе. Павел еще один вопрос задал. У нас есть терминалы 2G7-ой версии, разбонка от шины делали по сети GSM-у терминалах 2G-10. Нет возможности это сделать. Данные не покружаются отображаются. Планируется каким-то образом исправить. Однозначно. Однозначно мы проверим данную ситуацию, потому что с точки зрения работы с коншиной через удаленное подключение нет никакого значения 7-ая эта серия или 10-ая. Функционал должен работать одинаково. Единственный нюанс, который следует учитывать, что скорость передачи по 2G весьма мала и конкретно полноценно настроить работу с коншиной через удаленное конфигурирование, через сканирование коншины крайне проблематично. Неоднократно с этим сталкивались. Нужен идеальный канал, который бы позволял и не такое большое количество идентификаторов в коншине, который бы позволял полноценно выполнять сканирование и находить данные. но в любом случае никакой проблемы в разных версиях быть не должно и мы это обязательно проверим. Инерциальная навигация это здорово, но все же желательно строить на базе гироскопа на основании данных сканшины типа скорости угла и прочее. Не знаю, почему все гироскопы используют. Мы разбирали вопрос по получению информации сканшины типа скорости и угла движения. Во-первых, опять же, эта информация не во всех транспортных средствах существует и доступна, а применение трезированного модуля позволяет использовать арминал на абсолютно любых версиях, на любых моделях транспортных средств. Ну и во-вторых, скорость, да, я понимаю, что можно из сканшины, но вот угол движения, угол руля, поскольку это достаточно эти параметры с большой погрешностью передаются в сканшине, то есть невозможно с точностью до градуса выверить получаемое значение, обязательно будет какая-то погрешность, и чем больше мы будем крутить руль, тем больше будет эта погрешность накапливаться, и, соответственно, трек уже будет строиться совсем не так, как реально двигается машина, в этом тоже есть свои минусы. Еще и вопрос от Дениса, можно ли от вас DBC-файлы получить на isobas IG-19-39 для личного развития? К сожалению, мы платили за получение данных протоколов и подписывали NDA на получение информации у специализированных организаций, поэтому, к сожалению, не можем предоставить вам эту информацию. Пожалуйста, смотрите в интернете, возможно, где-то есть бесплатное описание всех этих протоколов. ну вот, в чем Панин уже дал ответ, что свободный ход руля порядка 10-15 градусов, естественно, в таких условиях корректно построить трек будет совершенно нереально. Как я могу узнать от вопросов Павела, как я могу узнать, когда вы реализуете привязку SPN к одной переменной для передачи системы мониторинга. Ну, смотрите за обновлениями, мы постоянно публикуем их на нашем сайте, делаем рассылку о том, что у нас выходит новый конфигуратор, выходят новые прошивки, и там мы, естественно, публикуем информацию о том, что конкретно изменилось в новинках, то есть что-то новое мы разработали, и обязательно мы передадим информацию, как только будет этот функционал реализован, протестирован, мы одновременно опубликуем, это для всеобщего сведения. Кстати, если кто-то из вас хочет воспользоваться, потестировать, точнее говоря, функционал работы с ЛБС, функционал работы с расширенной конбазой, пожалуйста, пишите нам в техподдержку, мы передадим вам специальный конфигуратор, прошивку, для того, чтобы можно было у себя протестировать на своих терминалах. Чем больше будут обратной связи, тем лучше мы сможем выстроить работу этого функционала и, соответственно, тем качественнее будет по итогу строиться трек в условиях осложненного приема. Вопросов больше от вас нет, поэтому я наверное буду сейчас уже закругляться. Хочу выразить еще раз благодарность коллегам из компании Сельта за то, что они присоединились к нашему вебинару, рассказали о том, как они эксплуатируют наши терминалы, поделились обратной связью по эксплуатации нашего оборудования. Спасибо большое, рады будем видеть в основу в следующих наших вебинарах. Надеюсь, у вас после того, как вы будете ставить все больше и больше терминалов 10-й версии, у вас тоже появится наверное решение, которое применяется именно на этих терминалах, и вы захотите поделиться с нашими другими интеграторами, эксплуатировать наше оборудование. Спасибо всем участникам нашего вебинара за присутствие, за то, что вы нас выслушали, надеюсь, информация, которую вы сегодня увидели, была для вас интересна, познавательна. Спасибо вам большое. Спасибо. Всего доброго. Всем до свидания. Спасибо. До свидания.